Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим демо-версию игры Asylum, которую очень многие, и я в том числе, давным-давно ждут. Дело в том, что это новая игра от создателей Шороха, то есть, ну вы понимаете, да, это будет очень тягомотно, очень медленно, но при этом очень атмосферно и очень интересно. Делают абсолютно те же самые люди. Я помню, насколько это место в свое время было оживлено. Сумасшедшие, короче говоря, сидели тут с перекошенными лицами. Я прям слышу, как они тут чавкают. Так, ну это столовая, похоже. Asylum это вообще психиатрическая лечебница. То есть, подход стандартный. 2D-задники панорамные, по которым мы осматриваемся и таким образом, собственно, решаем что-то как. Не переношу всю эту пыль. Причем выглядит все как-то... Ну, с одной стороны, очень хорошо выглядит, в смысле, то есть, технологически. Ну, как технологически, это, конечно, понятно, что примитивно сделано. Но вот именно в плане проработки, прям, деталей очень круто. Я уверен, что под этой тряпки ничего нет. Это я в любом случае не потрогал. Сколько лет нашему главному герою? Здесь настолько много запустений. Это прям депрессию нагоняет. И пыль. Много пыли. Судя по голосу, нашему герою лет 60, наверное. Интересно, для чего эта кнопочка? Ну? Не работает. Понятное дело, в таком запустевшем здании. Вообще, мы эту демку полностью проходить не будем. Насколько я знаю, она вообще, по-моему, непроходимая. Просто призвана показать имеющиеся на данный момент технологии, имеющиеся, то есть, наработки. А игра выходит в ближайшее время, ну, где-то до ноября, наверное. И там уже будем, собственно, обычные столы, как не дремлет. Там уже будем думать, там уже будем проходить. А сейчас пока нам главное осмотреться и вообще просто, ну, интересно же, сколько ждали. Так, тут у нас есть дневник. Нужно, говорит, а что со звуком? Нужно, говорит, по-быстрому покинуть кафетерию, пока я еще пыли не нанюхался, не наглотался. Нужно направляться в так называемый туннель Проплитых. Одно из самых ужасных мест в этом учреждении. Надеюсь, я найду ответы, которые ищу там. Так, ну ладно, давайте осматриваться уже. Камера, конечно, вот эта вот чувствительность, она в полной версии, наверное, ее можно будет настроить. Отвратительно. Так, хорошо. Вот такими вот кружочками, которые вы видите, такие вот пульсирующие точки, подсвечиваются активные участки на экране. Нужно быть очень внимательным, насколько вы помните, в играх такого плана, чтобы ничего не пропустить. Потому что тут любая деталь может иметь значение. Обычный стал. Звук что-то подключивает временами. Кстати говоря, я могу быть неправ насчет того, что... Мол, она не имеет логического завершения и там непроходима. Я просто такое слышал. Я не особо точно... Не особо следил, то есть, за тем, как создалась эта демка. Я вообще узнал о ней. Вконтакте отписали мне в группе. О! Ну что ж, говорит, по крайней мере, эта сирена работает. Хоть что-то, говорит, тут работает. Это даже, говорит, в какой-то мере хорошо. Так, ну здесь что-то кровь натекла. Что-то блокирует дверь. Понятно. Я не могу идти сюда. Понятно. Он был более конкретен на второй раз. Мне этого и хотелось. Он сказал, невозможно. Отсюда я не пройду. А то... Что-то блокирует дверь. Я думаю, может быть, тогда можно с разгона ее пробить. Так, тут, похоже, больше... Ничего нет. Там еще дверь. Что бы с этим столом ни произошло, это было, по-моему, не очень круто, говорит он. Напоминает, знаете что? Напоминает вот именно шорохи, когда приходишь уже. То есть, как-то он назывался в дополнение. Возвращение, что ли? Ну, короче, когда уже там не главный герой, а журналист приехал в разрушенный особняк. Там кругом вот эта атмосфера запустения. Оно, да, давило. А тут довольно-таки этот коридор ведет в мужское крыло. То есть, там содержались мужики. Большинство окон в этом здании защищено таким образом. Но некоторые герой умудрялись стирать эту решетку и расшибать себе голову о стекло. Ну, психича. Психбольница, что что-то хотелось. Так, это что такое? Дерево рухнуло и завалило эту секцию коридора. Отсюда я не смогу пройти. Кэп, ты просто, блин, сегодня в ударе. Больше тут ничего нет. Судя по всему, нет. Там слева вон какая-то карта что ли была. Интересно, еще напоминает... Я видел урывками игру Фобос, нашу российскую. Как-то вот это еще напоминает. Но в основном шорох напоминает, конечно. Фобос, кстати, хочу взяться. Но там, говорит, головоломки вообще зубодробительные. Да, это психбольница огромная. Так, мы вот в кафетерии только что были, да? Это мы вышли вот сюда. Так, вот, говорит, там у нас этот пункт. Фирма, как она? Короче, типа аптеки, типа пункта обслуживания. Тихо. Я пытаюсь вспомнить архитектурный стиль здания. О, это ардико. Мне так кажется. Киркбрайд, это все. Киркбрайд. Он тут размышляет о художественном стиле данного помещения. Так, что за записи у меня в гневнике? Он верит, что этот стиль архитектуры Он верит, что этот стиль помогает излечению пациентов. То есть, упорядоченный. Так, блин, отбыл на проповедь. Ну ладно, вот мы пришли вот там фирмили. Типа лечебница, короче говоря. Так, хорошо. Подожди, блин, я чуть-чуть не смотрю особо. Похоже на какие-то органы. Да будь я прокат, если я знаю, какой свет от этих лампочек на глаза давит, мигает. Но если подумать, то похоже, что это легкое. А это? Даже несколько лет назад, когда это место было чистым и ухоженным, оно все равно не было очень уютным. Бесполезный мусор. Батарея не работает. Да, здесь очень холодно. О, ключики. Может, сюда лучший матрас положить, но все равно будет неудобно. Да, судя по... Блин, что за пропадает? Это, по-моему, странно как-то. Здесь так холодно. Интересно, а вот на кроватях вот эти ручки, они для чего нужны посередине? А, ну, по идее, наверное, они сюда буйных привязывали, вот к этим штукам, они, наверное, в сторону раздвигались. Как раз-таки это ручкой. Понятно. Так, отчего ключ интересен? А, ну вот и ключ пригодился. Так, что у нас там слева было? Не работает. Что происходит? Что мы здесь делаем, пока непонятно. Пудель. Отлично. Кто-то это все то ли ножиком, то ли чем-то острым, короче говоря, зацарапал. Не любил. Так, здесь содержались... Тихо. Буйный мужчина. Эта лестница ведет на второй этаж и в подвал. Где лестница? А, вот. Ну, ну да. Закрыто. Да я бы все же не смог, говорит, пройти с таким количеством препятствий на дороге. Так, тут еще живые есть. Судя по всему, некоторых они уже перевели. Но, судя по всему, я бы сказал, что некоторых нет. Так это еще значит действующая психушка, да? Никакого рода. Никакого рода. Отлично. Только психов не хватало. Тебя по всему, темно. О, нехорошее место. А пока что, честно говоря, вообще не страшно. Но при этом, как-то вот, именно та атмосфера, по которой я соскучился со времен прохождения шороха. Кто-то доктора зовет. Сколько вас тут? Подвал. Ну, круто сделано именно вот. Блин, я не знаю. Именно такого у меня в последнее время не хватает, поэтому я и взялся за этот жанр. Очень книжно. Это все? Да, это все. Надеюсь, вам понравилось. Дожидаемся полную версию. Я думаю, она будет в ближайшее время. Тогда мы за нее обязательно возьмемся. Ну, это было коротко, конечно, и поэтому трудно что-то понять. Но, по крайней мере, я понял, что нашему герою лет 60. Что графика очень хорошая. Что атмосфера присутствует. И что это чем-то мне напоминает Остров Проклятых. Если вы помните такой недавний фильм. Если не смотрели, то бегом. В остальном же все достаточно стандартно. По тем вот хоррорам, которые мы прошли в последнее время. Ну, скорее, мистическим триллером. Все достаточно узнаваемо. Надеюсь, вам понравилось. Это небольшая короткая демонстрация. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»